Это тот случай, когда место встречи точно изменить нельзя. В Непотягово вечером вот так поиграть в классики можно только на этой площади у магазина. Причина проста. Участок в несколько метров, можно сказать, единственный в поселке, где света достаточно. Времени 20.23. Сейчас мы на одной из центральных улиц в Непотягово. Ее освещают редкие окна, ну и наш фонарь. Впрочем, если его выключить, то все кругом погрузится во тьму. Уличное освещение в Непотягово пропало с начала марта. Теперь после восьми здесь горит свет только у зданий коммерческих организаций или в редких дворах. Месяц или полтора езжу, тут света нет. Не знаю почему. То есть вот в магазине спрашивают, тоже говорят, не знаю почему. Идем кое-как, когда так фонарик включу вот в телефоне. Ужасно. Хотелось бы, конечно, чтобы сделали свет быстрее. Он горит местами на частных домах только. Вот в том и там. А больше ничего нет? Больше нет. А почему? Мы не знаем. Может, денег жмут. Другие говорят, нет света из-за долгов. Третьи думают, что это новый способ администрации экономить. О причинах в поселке гадают не одну неделю. Проблема вышла и на просторы интернета. Непотягово 21 век, а света нет. То вода плохая, то дороги не чистят. Сейчас уличное освещение вообще отсутствует. Люди с фонариками ходят. Захотите поехать вечером в Непотягово, въезд не найдете. Когда же это закончится? Этот вопрос остается риторическим даже для администрации Спасского поселения. В телефонном разговоре не под запись нам сказали. Причина – огромный долг перед компанией «Вологдаэнергосбыт». Энергетики подтвердили, освещение улиц в Непотягово было прекращено 3 марта в связи с задолженностью. С начала года администрация Спасского сельского поселения не рассчитывается за электроэнергию, использованную на уличное освещение. В настоящее время задолженность составляет порядка 100 тысяч рублей. И также есть еще задолженность за декабрь 2016 года. Остальные сельские поселения Вологодского района за электроэнергию, использованную на освещение улиц, рассчитываются своевременно. В администрации поселения оправдываются, мол, затраты растут, а денег сверху не поступает. Но, по словам районных властей, поселение получило уже 50% дотации в этом году. Сельскому поселению на этот год было 3 миллиона 300 средств дорожного фонда на содержание дорожной сети. Из этих средств поселение оплачивает частично уличное освещение. А сегодня задолженность перед энергосбытом у сельского поселения в размере 700 тысяч рублей. На следующей неделе поселение из средств дорожного фонда выплатит энергосбыту 300 тысяч. И будем договариваться о восстановлении уличного освещения. Правда, удивительно, почему в администрации района размер задолженности называют на порядок выше, чем в Вологдаэнергосбыте. В самой ресурсоснабжающей организации отметили, если до 3 апреля долг так и не будет погашен, уличное освещение будет отключено во всем Спасском поселении. В прошлом году такая же ситуация возникла в подлесном поселении Вологодского района. И разрешилась она лишь после того, как сюжет об этом вышел в эфире 7 канала и в дело вмешалась прокуратура. Евгения Кашинцева, Василий Попурин из Вологодского района специально для программы «Новости Вологды». Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова